Только что мы заторнули тему экологии. Предлагаю продолжить эту тему уже с нашим гостем. Я поддержу тебя и хочу сказать, что сегодня у нас в студии Игорь Сикорский, заведующий сектором научно- и экологообразовательной работы Апухского природного заповедника. Дело все в том, что Крым участвует в международных проектах, и нам про это подробнее расскажет гость. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Мы наслышаны о том, что Крым, в частности, ваша организация, участвовал в международном проекте по подсчету птиц. Действительно ли это так, и что это за проект? Знаете, проект начался уже давно, начиная с 1993 года, с года проведения международных европейских учетов. Прошло уже 25 лет, и в этом году, проводя учеты в Крыму, мы сделали большой рывок вперед, потому что Крым впервые поучаствовал в таком мероприятии. Учеты приурочены к европейским подсчетам птиц, причем самое интересное, что дата образования и дата организации этих учетов совпадает с датой организации Союза охраны птиц России. То есть в этом году исполняется 26 лет этой организации, и работая в составе в том числе и этой организации, мы проводили учеты в Крыму, и у нас достаточно неплохо это получилось. А вот расскажите про результаты. Результаты, конечно, неоднозначные, потому что первый раз мы тоже могли сделать какие-то вещи, в общем-то, неожиданно для себя. И самое главное, что то, что мы провели, это просто будет действительно большим шагом вперед. Результаты сводятся к тому, что в нашем лице, мы представляли регион Крым, Россия продвинулась, наверное, с 18 на 8 место. То есть в итоге с 35 стран, участвовавших в этом мероприятии, в общеевропейском, Россия выглядела очень хорошо. Почему? Потому что, во-первых, первый раз за три года удалось команде Российской Федерации организовать самое большое количество в Европе эколого-просветительских мероприятий по всей стране. Четвертое место Российская Федерация заняла по количеству учетчиков, и восьмое место заняла по количеству учтенных птиц. То есть это очень хороший результат, включая то, что наша команда участвует первый раз, Российская Федерация участвует третий раз, и мы уже достаточно неплохо выглядим на европейском пространстве. Меня очень интересует вопрос, а как вообще происходит этот учет птиц? Какой процесс? Действительно, вопрос очень интересный и важный, потому что все считают, что это новомодное слово используется сегодня разными людьми, и оно достаточно непонятно для многих людей. Поэтому, в принципе, это все выражается очень просто, что любой человек, проявляющий желание увидеть природу своими глазами, может выйти и поучаствовать в этом мероприятии как раз в первые выходные октября, в день организации международных европейских учетов по всей Северной Евразии, Европе и Центральной Азии. Таким образом, в этот раз в нашем мероприятии участвовало 88 человек по Крыму. Это достаточно серьезный результат. Действительно, собрал этих людей я очень быстро. Мне самому не верится, что так быстро отреагировали такое большое количество людей. Причем основная масса этих людей – это представители учреждений общеобразовательных. То есть это школы, это учреждения, ну и, конечно же, наш заповедник, потому что ядром начинания этого мероприятия послужило все-таки толчок, и моя работа в заповеднике, и, соответственно, совпадение, так сказать, направления изучения, в том числе и как научного сотрудника орнитологии, так и, соответственно, участие в обычных учетах птиц, просто выйдя на улицу или проехав на машине по территории Крыма где-то порядка тысячи километров. Игорь Анатольевич, так вот все-таки видовой состав имеет, значение. Насколько я понимаю, экологические ниши никогда не пустуют, и одни виды, допустим, редкие, исчезающие, потихоньку замещаются сорными птицами, ну, например, голубями. Как обстоит ситуация вот с этим фактором? Дана какая-то оценка? Знаете, оценка, конечно, дается очень неоднозначная сегодня, но хочется отметить тот факт, что действительно те мероприятия, которые проходили в Европе, они очень разнятся с российским мероприятием. Российские мероприятия были направлены на обучение, на изучение, на подготовку подрастающего поколения, что очень характерно и что даст толчок для будущего развития этого процесса. Но вы задали вопрос, как это отразится, так сказать, на будущем... В видовом составе. Действительно, на протяжении многих лет идет это изучение. 26-й раз люди вышли и посчитали по всей Европе, Центральной Азии, России, этих наших перелетных птиц. И вы знаете, результат как таковой будет складываться на протяжении многих лет, так как мы увидим четкую динамику, изменяя количество пролетных видов, что связано с основной целью проведения этих учетов в Европе, как проблема гибели птиц на путях пролета. Таким образом, основные скандинавские страны лежат как раз на путях этого пролета. Это Финляндия, Швеция. И, соответственно, эти страны, конечно, были лидерами. Но надо учесть тот факт, что они действительно являются промежуточными на путях пролета. И, конечно же, изучая эту проблему, ученые пришли к выводу, что много птиц гибнет. Порядка 20 миллионов птиц гибнет на путях пролета. В этот раз удалось обнаружить около 4,5 миллиона особей птиц, которые пролетали буквально за эти два дня. 5 и 6 октября 2019 года. То есть, изучая постоянно, мы можем знать динамику изменения численности падения птиц, и, соответственно, падения численности, и, соответственно, что мы можем сделать. Как мы можем противопоставить эту ситуацию, и, в общем-то, что мы можем непосредственно каждый из нас сделать для того, чтобы участвовать в процессе сохранения видов на пролете и, в общем-то, уменьшения количества гибели птиц на этом пути. Какая основная причина гибели птиц? Основная причина все-таки это браконьерство, это увеличение количества людей, которые пытаются в некоторых странах, в том числе и центральноевропейских странах, так сказать, на путях пролета останавливать и, соответственно, применять оружие. Наша задача как раз стоит в обратном, что наша задача стоит в том, чтобы осведомить людей, в том, чтобы провести, так сказать, работу с людьми, провести экологопросительские мероприятия, в том числе и в Крыму, как в европейском регионе, и дать возможность и дать толчок объяснению процессов, которые иногда негативно влияют на здоровое поколение новых птиц, которые появляются у нас на путях пролета. Игорь Анатольевич, к сожалению, время ограничено, будем надеяться, что этот вопрос будет в положительную сторону меняться. И мы благодарим вас за нашу беседу. И напоминаем, что сегодня в студии у нас был Игорь Сикорский, заведующий сектором научной и экологообразовательной работы Апукского природного заповедника.